Всем привет, друзья! Рад вас видеть у себя на канале. В общем, друзья, сегодня со мной приключилась такая достаточно неприятная история. Точнее, на 4, почти на 4,5 часа отключили электроэнергию в связи с какими-то там работами на линии. И, в общем, как вы понимаете, все это вылилось просто нереальными танцами с бубном возле аквариума. Те люди, которые участвуют в чате, в телеграме, уже всю историю знают прямо в режиме онлайн, что случилось и как я с этим боролся. Кстати, я бы вам советовал, если хотите какую-то там консультацию, либо там совет, и вообще просто пообщаться с другими аквариумистами, то обязательно заходите ко мне в чате, в телеграме. Ну так вот, значит, отключили свет. Ну, как вы понимаете, первые 2 часа, в принципе, ни рыбе, ни биофильтрации, ничего не угрожало, и я не особо переживал. Ну, когда уже время подходило к 2 часам, то есть уже 2 часа не было электричества, я начал изрядно переживать. В общем, как я с этим боролся и что произошло впоследствии, я расскажу в конце видео. А сейчас, друзья, ну, вот раз уже у меня случилась такая история, это натолкнуло меня на мысль немного вам рассказать, что происходит в аквариуме во время отключения света и как с этим бороться. Поехали! Что происходит в аквариуме, когда у нас отключается свет? Если это непродолжительное отключение до 1,5-2 часов, то ничем, практически, если у вас в аквариуме нет перенаселения рыбок, то практически ничем это дурным для вас не обернется. Рыбка не умрет, я уверен, что все у вас будет хорошо. Но что, если отключения у вас по 2 часа и больше? Первое, что происходит в аквариуме, это заканчивается кислород, растворенный в воде. То есть рыбкам нечем дышать. Рыбки не дышат, и вы сами понимаете, чем это выливается. Удушьем и, соответственно, гибелью рыбок. Второе, что происходит в аквариуме во время отключения света, это остановка фильтров, остановка компрессоров. И, соответственно, не происходит никакая фильтрация. В то же время рыбка дышит остатками воздуха, который растворен в воде, и обильно выделяет аммиак. Если вы смотрели мое предыдущее видео, то вы уже знаете про аммиак, и чем он чреват в аквариуме. Если же нет, тыкните вот сюда по этой ссылочке. Ну а так, в двух словах скажу, что ничем хорошим для рыбки, даже если она выживет, ничем хорошим в дальнейшем для рыбки это не обернется. Ну и последний негативный момент, который происходит в аквариуме при отключении света, это потеря колоний нитрифицирующих бактерий. Бактерии, как и рыбки, как и улитки, и все живые организмы в аквариуме, они, конечно же, дышат воздухом. И если уже то на то пошло, то бактерии потребляют в аквариуме намного больше кислорода, чем ваши рыбки. И вот тут, друзья, нужно в первую очередь начинать бить тревогу именно насчет фильтрации. Что же делать и какие должны быть первые действия аквариумиста, если отключили свет? Ну, во-первых, если у вас установленный внутренний фильтр, либо помпа с мочалкой в аквариуме, то прежде всего нужно его вынуть из аквариума, слить немного воды, промыть легонько мочалку и оставить, чтобы она лежала просто мокрая, сырая, время от времени поливая ее водичкой. Таким образом вы сохраните ту колонию бактерий, которая находится в вашем фильтре. Если у вас внешний фильтр, то уже через час после отключения стоит его разобрать, слить воду и держать бактерии просто на воздухе в влажной среде. Таким образом вы опять же сбережете колонию бактерий. Ну, а если, друзья, речь идет о самой рыбе, то за ней, конечно же, нужно наблюдать. Если у вас нет перенаселения и у вас достаточно большой аквариум, то рыбки, как правило, все это дело переживут безболезненно. Но если у вас маленький аквариум и очень много в нем рыбы, то здесь нужно за рыбкой наблюдать. И только, как вы заметите, что рыбка начинает тяжело дышать, рыбка поднимается кверху аквариума, сразу нужно начинать делать небольшие подмены воды для того, чтобы вывести аммиак из воды и долить свежей воды, которая содержит воздух, кислород растворенный. Потому что, как правило, это уже признаки кислородного голодания и аммиачного отравления. Ну, это, скажем, все тогда, когда у вас просто любительский аквариум и у вас нет никакого дополнительного оборудования для борьбы с вот такими моментами. Дело в том, что я рукожопе ленив, и я уже 200 тысяч раз обещал себе заказать оборудование на случай отключения света. И каждый раз я себе это обещаю, когда происходят вот такие вот вещи, и каждый раз потом откладываю в дальний ящик, и опять стыкаюсь и стою на те же грабли. Если у вас большое хозяйство, крупная рыба, либо несколько аквариумов и так далее, нужно приобрести оборудование. Элементарно, это самый недорогой дешевый компрессор на батарейках. Стоит он там порядка 5 долларов. В принципе, не заморачиваться с удушьем у рыбы. Сейчас я прямо на ваших глазах сделаю заказ в магазине, для того, чтобы впредь вот такие вот моменты, какие были со мной сегодня, не происходили. Значит, можете посмотреть вот список. Вот прямо сейчас на ваших глазах я делаю заказ. И список оборудования, которые я себе заказываю, для того, чтобы, значит, иметь автономную подачу воздуха в аквариум при отключении света. Ну, как вы все поняли, что, в принципе, автономный компрессор на хозяйстве всегда must have, если вы держите у себя дома в аквариуме рыбок. Еще бы хотел добавить вот что. Если у вас аквариум без растений, то это не настолько критично все. Но вот если у вас аквариум с растениями, то растения при отключении света, без подачи света, я имею в виду освещение, тоже начинают поглощать кислород из воды. И тут нужно реагировать намного быстрее, чем в аквариуме без растений. Вот это вот очень важно. И отметьте себе, пожалуйста, где-то там поставьте галочку. Ну, в общих чертах, там, ребята, мне в чатике советовали, какое-то там надо бесперебойные какие-то там преобразователи, бесперебойники там какие-то покупать туда-сюда. В общем, для себя я решил все это не делать. Обойтись элементарщиной. У меня есть аккумулятор. Я два года его таскал на машине. И, в принципе, он вполне рабочий. Я к нему просто купил на 50 литров в минуту компрессор. Вот увидели в заказе. Ну, и там всякие причиндалы для компрессора. Купил еще один маломощный компрессор на всякий случай. Ну, у меня их таких три есть. Но дело в том, что два из них сейчас разъехались с рыбой вместе к покупателям. И еще ко мне не вернулись. И вот тут как раз в этот момент у меня отключают свет. Ну, представьте себе, да? Вот такое вот... В общем, и, значит, я не стал этим всем заморачиваться. Когда я начну строить уже хозяйство побольше, я себе просто приобрету генератор. Я думаю, потому что, вы знаете, вот это вот заморачиваться с фильтрацией, да? Доставать там мочалки, губки, там делать протоку в сампе, чтобы бактерии не упали. Это тоже достаточно геморройно. Что же, друзья, произошло? Ну, в общем, пострадало у меня только несколько малькова пистограмм. Они друг за дружкой умерли. Ну, сидели они у меня в 100-литровом отсаднике, в карантиннике, так как приехали, по-моему, в понедельник, либо вторник. И сидели они у меня в карантиннике. Там у меня фильтрации особо-то нет. Там большая мочалка стоит с помпой. И, в принципе, всего этого им хватало до сегодняшнего отключения электричества. Значит, посыпалось у меня там штук 5 или 6. Ну, по крайней мере, когда я ехал на работу из дома, где-то там в 3 часа или 4, то на тот момент уже там 5 или 6 штук уже погибло. Но странный другой факт, что с этими пистограммками сидели еще и другие рыбки и, в принципе, пострадали только пистограммки. Возможно, они наиболее чувствительны к вот этим вот перепадам кислорода и аммиака в воде. Если у вас есть опыт содержания такой рыбки, обязательно об этом напишите в комментариях, потому что пистограмм я для себя заказал впервые. И, ну, то, что у меня получилось, как бы сегодня мне не совсем нравится. Ну, и пострадал еще один сом, он начал задыхаться. Ну, я вовремя, скажем так, у меня остался один компрессор на батарейках, и он по кругу гулял по всем аквариумам. Плюс я бегал с ведром, пока в бойлере была теплая вода. Я ее разбавлял, сделал протоку на самп, разбавлял теплую воду туда-сюда. Но бойлер 30-литровый, и теплая вода очень быстро закончилась. И пришлось все это дело греть на газовой плите, чайником, опять же, разбавлять, бегать, делать подмены. И, слава богу, друзья мои, все обошлось. Но вот только погибли малыши пистограмм. Суть этого ролика в чем? Если вы вдруг столкнетесь с этой проблемой, то в начале ролика я вам сказал, что делать. Ну а для того, чтобы на будущее у вас не было вот таких вот танцев с бубном, как у меня сегодня, купите себе недорогой компрессор на батарейках. Купите к нему батарейки. Это все на самом деле стоит не дороже там любого обогревателя, либо там какой-то там помпы даже дешевле намного. Купите, и пусть он у вас лежит. Это очень упростит жизнь вам и убережет здоровье и вообще от погибели вашу рыбку. Я надеюсь, это видео вам понравилось. И я надеюсь, что когда вы столкнетесь с отключением электроэнергии, ну, это по-любому вы столкнетесь, потому что не без этого, вы уже к этому будете подготовлены. Желаю вам добра, здоровья вам и вашим питомцам. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok